Простите и поминуй всех вас. Простите и поминуй. Простите и поминуй всех вас. 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 Главное, Господи помилуй! 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 Помилуй помилуй! Главное, Господи помилуй! Помилуй помилуй! Главное, Господи 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 помилуй! ПЕСНЯ 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 Песня. 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 ПЕСНЯ 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 Слава Богу! 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 Песня. 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 Многие, изливая Моя, по оставлению грехов. 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 Моя, по оставлению грехов. Многие, изливая 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 Моя, по оставлению грехов. Перемья, Господа, от sweets. Любая Моя, Божец. Многие, изливая Моя, по оставлению грехов. правоправящих Слово Твоей истины. И всем, и всем. И дашь нам, единим, и усты, идиним, сердцем слабить и воспевать, и причастное веклое, по имя Твое, Он станет, Сына и Святаго Духа, и Игорь, и Сною, и вовите веку. Аминь. Милости Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми. Аминь. Иисус Христа, Господи, 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Из беседы святителя Иоанна Златоуста на послание к Филимону Беседа называется «О смирении» Никогда не превозносись своим смирением Может быть, вам кажутся смешными слова мои, что смирение превозносится Но не удивляйтесь, оно превозносится, когда бывает неискренним Как и каким образом? Когда она бывает для того, чтобы показаться пред людьми, а не пред Богом? Когда она имеет в виду свое прославление и тщеславие? Ибо тогда оно дело дьявола Как многие тщеславятся тем, что они не тщеславны Так превозносится и смирением, как высокомерие Например, пришел к тебе брат или слуга Ты принял его, омыл ему ноги И тотчас уже гордишься этим Я, говоришь ты, сделал то, чего не сделал никто другой Я совершил подвиг смирения Каким же образом можно остаться смиренно-мудренно? Если будем помнить заповедь Христа Который говорит Лука 17, 10 Когда сотворите все, говорите, что мы рабы, ничего не стоящие Также слова Учителя Вселенной Который говорит Филипинцам 3, 13 Я не почитаю себя достигшим Кто убежден, что он не сделал ничего великого Что бы он ни сделал Кто не считает себя достигшим конца Тот только может быть смиренным Многие от смирения впарим в гордость Да не будет этого с нами Совершил ли ты какое-нибудь дело смирения? Не превозносись этим Иначе погубишь все Таков был фарисей Он стал превозноситься тем Что отдавал бедным десятину И погубил все Но не таков был мытарь Послушай, что еще говорит Павел 1 Коринфянам 4, 4 Хотя ничего не знают за собою Но тем не оправдываясь Видишь ли, как он не превозносился Но всячески уничижал и смирял себя И при том тогда, как достиг самой высоты добродетели И три отрока, быв в огне Среди пламени Что говорили? Согрешихам, безоконных, с отцами нашими Данила 3, 29 Это и значит иметь сердце сокрушенное Поэтому они могли сказать Душою сокрушенных и духом смиренным Да приняты будем Так они были смирены после вержения в печь Даже более, нежели до вержения Когда они увидели совершившееся над ними чудо То считая себя недостойным и спасением Пришли в глубокое смирение Ибо мы тогда особенно сокрушаемся духом Когда убеждаемся, что мы получили Великие благодеяния не по заслугам Между тем, какие же они получили благодеяния не по заслугам Они допустили вернуть себя в печь Были отведены пламени еще в своей молодости Тогда как согрешили другие И не роптали, не досадовали И не говорили Какая нам польза того, что мы служим Богу Что приобрели мы, поклоняясь ему Человек нечестивый, сделался нашим владыкою Средослужителями мы терпим мучения предослужителя Отведены в плен Лишены отечества, свободы и всего родного Стали пленниками и рабами И служим царю Варвару Ничего такого они не говорили Но что? Согрешихов, безаконахов Говорили они И возносили молитву Не за себя, а за других Предал нас Говорили они Царю неправедку и лукавнишему Стих 32 Так же и Данил был в рове Брошен в ров, говорил Помянул мне, если Божий Будем же смиреномудрствовать, как должно Будем уничижать себя, как должно Дабы смирение не послужило нам К поводу гордости Ты смирен, и даже смирение всех людей Не превозноси, живете И не пролицай других Дабы не погубить тебе хвалы своей Ты для того и смиренно мудрствуешь Чтобы избежать высокомерия А если через это ты впадешь в высокомерие То лучше тебе и не быть смиренным Ибо послушай, что говорит Павел Римлянам 7.13 Итак, неужели добро Сделать смертоносным Так что грех становится крайне грешен Посредством заповедей Когда придет тебе на мысль Удивляться своему смирению То представь себе Господа своего Как он уничижил себя И ты не станешь больше удивляться себе самому Не станешь хвалить себя самого Но посмеешься над собою Как не сделавшим ничего Признавай себя всегдашним должником И что бы ты ни сделал Приводи себе на память сказанную речь Лука 17.7.8 Который из вас, имея раба Пришедший ему, скажет Садись за стол Но скажет ему Приготовь и служи мне Благодарим ли мы рабов своих За то, что они служат нам Никогда Божий воздай с благодарностью нам Которые служим не ему Но делаем полезное для нас Впрочем, не будем поступать и так Чтобы он воздал нам благодарностью Чтобы он узнал об этом Но как исполняющий долг свой Подлинно Всякое доброе дело Есть долг наш И все, что мы делаем Есть исполнение долга Ибо если мы, купив рабов за деньги Хотим, чтобы они жили совершенно для нас Чтобы мы обладали всем Что они имеют То не гораздо ли более Это следует тому Кто привел нас из небытия в бытие И потом искупил нас Бесценную своей кровью Он дал бы нас цену Которую никто не дал Не дал бы за собственного сына Правил кровь свою Посему Если бы мы имели Каждую по тысяче душ И пожертвовали бы всеми Ими То воздали бы ему равное воздаяние Нет Почему? Потому что он сделал это для нас Не будучи обязан Но совершенно по милости своей А мы обязаны к тому Он, будучи Богом Сделался рабом Будучи непричастным к смерти Сделался причастным ей по плоти А мы Если положим за него душу Душу своих То по закону природы Непременно должны будем положить их Спустя немного времени По неволе Отстанемся с жизнью Так и с деньгами Если мы не отдадим их для него То необходимости Отдадим их при смерти Так и со смирением Если мы не будем смирены для него То смирят нас скорби Несчастья Притеснения Видишь ли Сколь велика благодарность его Он не сказал Что важного сделали мученики Если бы они не умерли за меня То и без этого Непременно бы умерли Но воздает им великую благодарность Так как они добровольно Отдали то Что впоследствии Должны были отдать невольно По закону природы Он не сказал Что важного делают Раздающие свое имение Они непременно отдадут И по неволе Но воздает им великую благодарность И не стыдится Исповедовать Пред всеми Что владыка Итаем был правами Подлинно И это слава владыке Чтобы иметь признательных Рабов И это слава владыке Чтобы принадлежащее им Усвоить самому себе И это слава владыке Чтобы не стыдиться Исповедовать это Пред всеми Устыдимся же такой любви Христовой И сами воспламенимся Любою к нему Когда мы слышим Что кто-нибудь любит нас То хотя бы он был Незнатель и беден Мы воспламеняемся Особенно любовью к нему И оказываем ему великое почтение Тогда мы любим его А Господь наш любит нас так много И мы остаемся нечувственными Нет Увещеваю вас Не будем столь беспечными Как спасение наших душ Но возлюбим его По мере сил своих Отдадим все из любви к нему И душу И имущество И славу И все прочее С радостью С готовностью С усердием Не считая это Каким-нибудь Одолжением для него Но делом полезным Для нас самих И вот таков закон любви Любящий Считает счастьем для себя Когда страдает за любящих Будем и мы Так же Преданы Господу нашему Да бы нам С подобицы Будущих благ Во Христе Иисусе Господе нашим С которым Отцу вместе Со Святым Духом Слава Держава И честь Ныне Принесна И во веки Веков Аминь Со страхом Божиим И верою Преступителем Духа Господи Духа Господи Духа Господи Духа Господи Бог Господи Я истин Верую Господи Испобеду Декаты Поистину Христос Сын Бога Живан Пришедый в мир Грешное спасти Одни же Первые Есть вас Ищи верую Косии Самое Пречистое Тело Твое И сияя Самое Честное Кровь Твое Молюсь Он по тебе Помил И проси Ме пригрешение Моя Вольная Невольная Я же Словом Я же Делом Я же Ведением И неведением Исподобие Мя Неосужденно Причаститесь И причастить Твоих Таинств В оставлении Грехов И в жизнь Вечную Аминь Вечеря Твое Тайное Дней Сыне Божий Причастник Грехов Востормение грехов с Водомей, жизнь вечер. Отчищается в 보� Italy, жизнь вечер. Отчищается Двое и с waarом все все отч designed Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Все, подождись! Музыка 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 Слава тебе, Господи, слава тебе Господу помолимся всем Господи помилуй, Господи помилуй Господу помолимся всем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 А Бога храни в стране нашей, в властях, в воинстве, народе и я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, Боги, Господи, Боги, Господи, Боги, Господи, Боги, Господи. Благодаряще со страхом и трепетом, яка раби непотребнее Твоему благоутробию, спаси и владыка наш Господи. А Твои благодеяния я же изгоял, если и завидно на рабы Твоя, припадам и словословия Тебе яка Богу приносит и умиленно вопием, избави от всех бед рабы Твоя. И всегда, яка милостив, исполни во благи желания всех нас, прилежно моливтеся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яка же ныне милостивно слышал, если молитвы рабов Твоих, Господи, и явил, если на них благоутробие человека любят Твоего. Сица и предняя, не презирая, исполни в славу Твою вся благая хотенья верны Твоих, и явив всем нам богатую милость Твою, вся нам согрешение презирая, молитесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благоприятное, как ходило благовонное, яка тучное всесожжение, да будет все благие, владыка, благодарение сие наше пред величеством славы Твоей я. И не спасли всегда, яка щедр, рабов Твоим, богатые милости и щедроты Твоя, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов церковь Твою, храм всей, весь сию избавли. Люди же Твоим все безгрешные, со здравием долгодетствия и во всех добродетелях приспения даруй. Молитесь, все щедрые царю, милости, но услыши и скоро помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мы еще молимся за всю братью и за вся христиан. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Господи, Иисусе Христе Божий наш, Божия всякого милосердия и щедрота, Его же милость безмерна и человеколюбия неисследимая пучина. Ко Твоему Величеству, припадающим, со страхом и трепетом, яка раби недостойней, благодарение Твоему благоутробию о Твоих благодеяниях на рабе Твоих бывших, ныне смиренно приносящие, яка Господа, Владыку и Благодетеля славим, хвалим, поем и величаем, и припадающих паки благодарим. Твои безмерные и неизреченные милосердия смиренно молящие, да яка же ныне моления рабов Твоих приятий, и милостивно исполните, сподобил яси, и вопреднее в Твоей и искреннего любви, и во всех добродетелей приспевающих Твоя благодеяние всех верных Твоих получите. Церковь Твою Святую, храм сей и весь сию, от всякого злаго обстояния избавляя, и мир, и безмятежие тем дам. Тебе с обезначальным Твоим Отцем, и присвятым и благим и единосущным Твоим Духом, во едином существе славимому Богу, всегда благодарение приносите. Слава Тебе, Богу, благодателю нашему вовеки веков. 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 Слава Тебе, Христе, Боге упование наше, слава Тебе. Слава Церкви, Сын и Сын, и Сын, и Духой, имени Иисуса и Водителя, помоги, Господи, побил, Господи, побил, Господи, побил, и Росвященящий Бог, Господи. Господи, святой, святой, Бог наш, молитва не причислия своей матери, силы, честна, горожок, Боящих, Христа, святых славных и всех правилах, апостолов, святого священномученика, Анфимы, епископа Некомедийского и с ним пострадавших, иджи и памятные несовершаемые всех святых. Помилуй, ты спаси от нас, декабла, ты человек, молюбец, айди, и славяй, и грех, Господа. От единственной и мирной жизни и здравия, спасения во всем, благо и спосвящения, подарок Господи, работы великому Господину и отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху Московскому Сеяруси, святой Троицкой, Сергею Алтой, священной командой, Господину высокопреосвященнейшему Сепию, митрополиту Барнаутскому и Алтайскому и всякому епископству православных, богоспасаемую пасту и их, Богу хранимей стране нашей, властям, воинству, народу и я, настоятелям, братьям, прихожанам, благотворителям, благоукрасителям, жертвователям святого храма сего, весь и сей и живущим дней, всему-сему освященному собору, всем здесь предстоящим, молящимся, друждающимся, поющим и всех православных христианам, Дары, мир, жизнь, мир, здравие, спасение, во все благоесть, поспешение, изобилие плодов земли, и сохрани их, да многое и благое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Всех вас, дорогие отцы, братья, сестры, раз поздравить с сегодняшним праздником, с престольным праздником всего святого храма. Рад был иметь такую возможность сегодня прибыть к вам. Благодарю вас, Анастоятеля, за приглашение, радушное, на которое я никак не мог отказаться и приехать все-таки к вам сегодня здесь, разделить с вами праздник вашего торжества престольного в память святого священомученика Анфима, епископа Некомедийского. Священомученик Анфим пострадал за Христа в 1932 году от Родистства Христова. Он был епископом Некомедии, это территория современной Турции. Тогда это была Византийская империя, вернее, Римская огромная империя. Идет восточная часть Некомедии. В это время жили императоры, в том числе и декретиан, и максимилиан, как раз императоры, которые прославились, в кавычках, наиболее жестокими гонениями на христиан. Именно в их правлении было самое жестокое, наверное, за все три первых века жизни Церкви Христовой и гонения на верующих, на Церковь Христовую. Достаточно сказать, что в Некомедии только в один день под приказом императора было истреблено более 20 тысяч христиан, которые в Рождество собрались в храм прославить Господа и помолиться в том числе и самого императора. Но ведь не секрет, что Церковь наша всегда, даже во времена горений, молилась за власти, в том числе и власти, которые были безбожными, за власти, которые гнали Церковь. Тем не менее, Церковь молилась и тогда, когда у власти были императоры-язычники, явные враги Церкви. Так было во времена Диоклетиана, Максимиана. Но император Максимиан не зашел к этим просьбам, тем более христиане были окриветаны, незадолго до этого сгорел императорский дворец, и христиан обгонили в этом поджоге этого дома, дворца императорского, и вот он пришел, приказал им выйти из храма, принести жертвы идолам. Точнее говоря, себе, на самом деле, потому что у римлян была традиция такая, как знак подданного преданности империи своей императору, который был тоже божеством, почитался это множество перед статуей императора, приносили жертвы. И христиан также принуждали принести эту жертву. Но мы знаем, что они, хотя и молились за императора, и были преданы, как бы власть, никогда не устраивали никаких заговоров, но принести жертву языческую, они, конечно, не могли, отказались. Император приказал так, чтобы в один день 20 тысяч христиан было истреблено. Кого-то сожгли, кого-то утопили в море, кого-то закопали живьем. Святитель отбил в это было время епископом Никомедея, и он, всячески, находясь сам далеко, верующие просили его, как это часто бывает, мы в житии апостола Петра тоже знаем, и многих таких святых знаем, которые верующие просили сберечь жизнь свою, в том числе и епископа Анфима, для церкви. Святитель Анфим какое-то время пребывал в затворе, где-то прятался, а христиане всячески старались укрыть своего, спасти, помочь, поддержать своего святителя. И он из этого затвора, из этого условия, из этих старался всячески поддерживать своих верующих, свою общину. И когда встретил стражников, которых император в очередной раз послал, узнав местонахождение, святитель вышел на встречу, им встретил и сам, пригласил к себе в дом, накормил их обедом, и он после обеда признал, что он и есть тот самый епископ Анфим, которого они идут арестовывать. На что, конечно, воины отреагировали с крайним таким чувством, они видели, кто стоит перед ними, они видели, с каким чувством святитель принимал их, и, конечно, им не хотелось подвергать его жизнь опасности, они предложили обмануть императора, сказать, что они его не встретили, на что святитель ответил, что невозможно для христианина обманывать, врать невозможно, можно жить по правде Божией. А когда ему уже император устрашал его орудиями бытой, тот сказал, что для меня, как для христианина, все это не страшно, и смерть мне сама не страшна. Как апостол Павел говорил, да что мне? Жизнь моя Христоса, умереть для меня приобретением. Так за Христа пострадал священному ченник Анфим, Никомедия. Но эти жертвы, принесенные тогда в церковь верующим, многочисленными, верующими, пострадавшими за церковь Христову, оказались не напрасными. Мы знаем, что пройдет совсем недолго, через 10 лет, каких-то недолгих лет, император уже другой, Константин, станет христианином, хотя и крестится перед самой смертью. Примет закон, которым признает христианскую веру наравне со всеми другими, с языческой государственной религией, и всячески будет защищать веру Христову совсем через недолгое время. Ну вот, а святитель Ефимий, наверное, нам напоминает о том, что правда Божия, не только правда Божия, а наша должна быть правдой. Мы всегда должны помнить, что христианин должен быть христианином. Кем бы он ни был, епископом, священником, депутатом, губернатором, президентом, христианином, чиновником, прокурором, кем бы он ни был, какое бы место он ни занимал, он должен быть христианином и жить по правде Божией, по заповеди Божией, по закону своего сердца. Иначе, если наши дела, наша жизнь расходится с тем, во что мы веруем, значит, это наша вера не есть вера настоящая, не есть вера искренная, не есть та вера, которая приносит плоды. А вот вера святителя от Бима плоды своя принесла в лице множества и множества верующих, последовавших не только за Ним, но и за другими первыми христианами. Я желаю каждому из вас и себе самому, конечно, такой веры, и чтобы у нас, у каждого из нас с вами, у нас, у христиан, православных христиан, потому что мы с вами все-таки православные, чады православной церкви, чтобы у нас наше с вами слово не расходилось дело, чтобы правда Божия присутствовала в нашей жизни, и чтобы мы жили по этой правде Божией, чтобы когда нам голос нашей совести, а значит Господь подсказывает нам что-то, мы слышали этот голос и умели, услышав его, идти по этому голосу и справлять свою собственную жизнь. Так, если бы строили жизнь все мы, каждый христианин в отдельности и целое общество, народы, народы земли, то жизнь наша, наверное, устраивала бы по-другому, не было бы намета всех тех бедствий, которые мы испытываем сегодня, и свидетелями, которые являемся и кровопролитием, и протоубийствами, и воины, и тяжелые, смерть приносящие людям эпидемии, все это мы видим и знаем, что это и есть последствия, что в жизни человека, человечества, и каждого из нас в жизни, правда, Божия, как люди, не торжествуют, к сожалению. Благодарю всех вас за молитвы, долго не буду говорить, будут все сами прекрасные проповедники. Игнатий Тихонович уже проповедует, я уже забыл, я смотрел в интернете, 70, да, или сколько Игнатий Тихонович? Проповедует сколько уже? Больше 50 лет. Больше 50 лет. Ну а что мне, я столько еще не прожил, сколько Игнатий Тихонович уже проповедует, поэтому что мне с ним соревноваться? Я желаю всем вам, чтобы по молитву святителя Арфимия Господь укреплял всех вас, в ваших жизненных путях, в ваших трудах, чтобы вы были все добрыми христианами, добрыми сыновьями Церкви Христовой и Отечества нашего, потому что без этого тоже не бывает. Я ехал, когда-то вспоминал по дороге, есть интервью, одно из последних святейших патриархов Алексея, и святейший такой горечью всегда, в этом интервью говорил, ну вы знаете, говорит, беседуешь иногда с людьми, даже богатыми, знаете, власть придержащими даже, а они говорят про страну нашу, эта страна, вот в этой стране, или так про Церковь иногда тоже говорят, эта Церковь, вот у вас там, в этой вашей Церкви, вот у нас не должно быть ни этой Церкви, ни этой страны, ни эта страна, а наша страна, моя страна, ни эта Церковь, и не ваша Церковь, а моя Церковь, Потому что церковь есть, мы с вами все, мы ее составляем. Кто-то из нас более здоровый член, кто-то менее здоровый, кто-то совсем нездоровый, кто-то в конце концов, как ветка негодная, отпадает от дерева этого здорового, отторгает его это дерево от себя. Но тем не менее, все мы чадо одной церкви и одного отечества. И нам нечего в этом смысле с вами делить, а есть над чем трудиться. Конечно, прежде всего, над собой. Это я говорю не для вас, а для себя. Спасибо, Господи, всех за молитвы. Радовался сегодня побывать у вас, помолиться с вами. Не знаю, как вам, а мне очень много. Молодой, спасибо, Христос. Сердечно благодарим, что вы устроили нам это праздничное. Мы всегда радуем. Вы часто можете проезжать по трассе, на приходе там есть еще. И до 10-16 км заворачивайтесь к нам, когда... По асфальту, чтобы разожить. Да у нас дорога-то и выше асфальта, где есть топка. У нас даже нет там ямок. Дорога хорошая, пока если нет дождей. Поэтому, когда будет даже просто... Спасибо, Отец Акин. Привет. Благодарю вас. И вас я благодарю. Пускай помогает всем вам Господь. Трудиться, вы добрым делом занимаетесь. Вы трудитесь над своей землей, над нашей землей. Эта земля нам не просто так досталась. Это земля, которую кровью и потом наши предки завоевывали, осваивали, делали все для того, чтобы она приносила жизнь, чтобы она приносила плоды какие-то, земля. И для тех, кто занимается тем, что бережет то, что нам от предков досталось, это очень доброе, хорошее дело. Пускай укрепляет вас Господь. Я желаю, чтобы ваша община росла, крепла. Но в основании ее, чтобы, конечно, был плодами нашей жизни. Кровоевольный камень, который нельзя отвернуть, это Господь Иисус Христос. Это Его заповеди, по которым мы должны и стараемся с вами все жить. Благодарю Господь. Давайте сейчас к Кресту подойдем, потом, наверное, общую фотографию сделаем, да? Да. Благодарю, что это было сочетание. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok